Давайте продолжим разговор, который мы начали с Иваном Яковиной про Илью Киеву, которого нашли вчера мёртвым в Подмосковье, теперь уже, так сказать, с точки зрения проведённой операции. Как вы будете оценивать, Юрий Евгеньевич? — Ну, вообще говоря, если посмотреть на то, где была проведена эта ликвидация или эта акция, не знаю, как назвать, и, соответственно, из этого вытекает целый ряд заключений, умозаключений, конечно, не юридических, потому что можно смотреть пока, пока вот мы с вами можем смотреть только извне как бы на эту ситуацию. Насчёт тела было найдено на территории такого элитного загородного клуба, где, помимо, называется он «Велич Кантри Клаб», он находится недалеко от Звенигорода, это один из наиболее престижных и, соответственно, хорошо контролируемых российскими правоохранительными службами самыми разными районов. Там это район таких элитных коттеджных посёлков и не только коттеджных, значит, там всякого рода загородных развлекательных и других учреждений, которые пользуются большим спросом, большой популярностью у российского истеблишмента. Значит, да, вот этот «Велич Кантри Клаб», там есть, как я понимаю, вот я посмотрел на сайте этого заведения, там есть и гостиничный такой комплекс, где очень неплохие номера, цены, правда, я не смотрел, меня это как-то не очень интересовало. Есть коттеджи, видимо, коттеджи, ну так, площадью 180 метров, пожалуйста, можно снять, там всё есть, вплоть до полов с подогревом. Ну, естественно, недёшево, я так понимаю. Значит, естественно, что вот этот посёлок или это заведение, этот «Кантри Клаб», он имеет свою собственную охрану, это первое. Второе, как я же сказал, весь район контролируется спецслужбами не в том смысле, что они всех охраняют, но в том, что они, естественно, стремятся смотреть на то, кто чем занимается, ну и так далее, в общем, всё, что полагается этим самым организациям. Недалеко, вот примерно 10 километров расстояние от этого самого знаменитого Рублёво-Успенского шоссе. На карте оно показано таким красной такой жирной линией. Ну, рассказывать о том, что это такое, наверное, не приходится. Там находятся резиденции всего российского руководства. Значит, дело было найдено в середине дня. Вчера в середине дня с огнестрельным ранением. Ну, и, соответственно, возникает вопрос, кто? Ответ достаточно очевидный, ну, по крайней мере, на сегодня. Это, значит, диверсионная или какая-то иная группа, направленная спецслужбами Украины, что, собственно, подтверждается и источниками в Украине. Проникнуть на территорию этого заведения, наверное, не так просто. Это требует серьёзной подготовки, знакомства с местностью, ну и так далее, и тому подобное. Ну, это значит, что у спецслужб Украины есть очень серьёзные позиции. Ну, не только в Подмосковье. В Подмосковье, очевидно, ну и, видимо, в Москве они чувствуют себя достаточно свободно. Про конкретные операции вот этих спецслужб Украины очень мало известно. Но если сравнивать с операциями МОСАДа, о которых очень много написано в Израиле, и книжки эти изданы и на русском, и на английском языках, ну, там вот если сопоставлять, а, видимо, операции по уровню сложности примерно одинаковые, требуют для МОСАДа это было... Значит, такие операции требовали очень высокого уровня подготовки на протяжении нескольких, ну, как минимум, нескольких месяцев, а то и лет. Для того, чтобы, во-первых, достичь цели, а во-вторых, для того, чтобы оперативники, агенты, которые эту операцию проводили, чтобы они могли эвакуироваться достаточно безопасно. То же самое произошло и вот в Подмосковье. Люди, которые выполнили эту акцию, они исчезли. Ну, их, наверное, ищут, но... Я так предполагаю, что их давно уже на территории... Уже как минимум несколько часов на территории России нет. Значит, это свидетельствует о том, что враги, ну, предатели, которые, предатели Украины, которые находятся под Москве, в Москве, вообще в России. И некие люди, которые с точки зрения Киева, и, я думаю, вполне обоснованно являются очень вредными в политическом отношении, в том числе и, скажем, политические комментаторы, журналисты и так далее. То есть, лидеры общественного мнения, которые доставляют много хлопот и неприятностей Украине, и не только в России, но и на Западе, которые используются для того... Кремлем используются или там администрацией президента используются для того, чтобы настраивать общественное мнение и политические круги на Западе. Все они находятся, в общем, в зоне риска, скажем так. На чем, собственно, и сообщила вчера ФСБ, которая составила список из, примерно, там, 40-50 человек. Список этот не публикуется, которых предупредили. В общем, ребята, будьте осторожны. Ну, вот примерно так. Да, интересная история. Ну, там вчера были сообщения о том, что аэропорты проверяются, особенно близлежащие. Мне тут интересен выбор цели. Мы тут обсуждали с Иваном Яковиной, кто может быть в таком потенциальном списке. Вот мы не произнесли, например, фамилию Медведчук. Он же тоже где-то. Мне кажется, сильно труднее добраться. Я поэтому и говорю, что тут, очевидно, есть люди, до которых совсем никак не добраться, типа Медведчука. Есть пожиже, так сказать, типа Кивы. Ну, вот те, кто пожиже, они чувствуют себя... Я так понимаю, что они чувствуют себя достаточно нервно сегодня. Да, ну, еще и про Медведчука, конечно, надо не забывать, что он же был обменен, насколько я понимаю. И если у тебя он был в руках, зачем его обменивать, чтобы потом... Хотя были скрипали, что я вспоминаю. Не знаю, стоит ли тут проводить аналоги, но тем не менее. У нас есть еще одна тема, которую хотели успеть. Вчера прям появился, прям буквально мы с вами разговаривали, но не было возможности ее, так сказать, впихнуть. Министр обороны Германии Писториус, среди прочего, он там в очередной раз говорил, почему снарядов мало поставляется и так далее, что не успевает производство и прочее. И, среди прочего, говорил, кстати, Германия же не союзник Украины. И это как-то прозвучало. То есть, формально-то, может, оно и так, а прозвучало, в общем, не очень. Потому что, фактически, по факту, все страны Запада, которые помогали Украине, позиционировали себя именно в делах, как союзники. Хотя и формально не являются. Что может за этим стоять, Юрий Евгеньевич? Во-первых, я хочу обратить внимание на публикацию «Инсайдера», хорошо известный российский источник. Так вот, коллеги из «Инсайдера» раскопали текст речи Писториуса и владеют... Ну, мне очень трудно сказать, у меня отношение с немецким языком сложно, я его не знаю. Они знают, видимо, были люди, хорошо знающие немецкий язык, и они обратили внимание вот на что. Значит, Писториус употребил термин, значит, он говорил о том, что Германия относится к Украине так же, как к другим союзникам и партнерам. Употребил соответствующий термин на немецком языке. Я его, боюсь, не произнесу, поэтому, значит, прошу, те, кто мне не верит, пусть смотрят «Инсайдер». Значит, вместе с тем Писториус сказал, что Украина не является союзником с Германией по НАТО, то есть он употребил термин «могниспартнер», то есть, значит, ну, и, соответственно, это означает, что он не является союзником по какому-то альянсу. Вот эти лингвистические тонкости, видимо, были недоступны российским пропагандистам, которые сразу же использовали вот этот термин, вот эту интерпретацию слов Писториуса о том, что Германия не является союзником России, прошу прощения, Украины. И об этом, значит, успела написать и Мария Захарова, которая в свойственной ей манере сказала, что Боря Пере написала «Боря переобулся». Ну, что она имела в виду, трудно сказать. Ну, понятно, что она имела в виду, но просто по неграмотности, хотя она кончила МГИНО, в общем, должна была бы проверять источники, но не проверяла. Теперь, что по сути дела? Ну, по сути дела, так оно и есть. Украина пока не является союзником Германии по Североатлантическому альянсу. Что правда, то правда. Но, тем не менее, Украина является партнером и, как следует из слов Писториуса, партнером и союзником Германии. Но, правда, тут нужно прямо сказать, что союзных отношений, юридически закрепленных между Украиной и другими, прошу прощения, западными странами, странами западной коалиции нет. Вот это, конечно, очень серьезная проблема для Украины и для тех стран западной коалиции, которые оказывают ей помощь. Потому что, вот скажем, если сегодня можно было бы сказать не в американском конгрессе, в конгрессе Соединенных Штатов, что Украина является нашим союзником, и этот союз закреплен юридически в международно-правовых формах, вот тогда Соединенные Штаты просто обязаны, юридически обязаны оказывать Украине помощь. Но, кстати говоря, вот это было, и предлагалась такая формула где-то до начала войны с американской стороны, в общем, делались предложения Украине давайте предоставим вам статус наиболее близкого союзника Соединенных Штатов, не НАТО. Тогда в Киеве отказались. Сказали, что нам нужно членство в НАТО. Ну, правильно это или неправильно, другой вопрос. Значит, да, это подчеркивает необходимость принятия Украины, как я понимаю, подчеркивает необходимость принятия Украины в НАТО, потому что, ну, вот действительно статус такой неопределенный, точнее, он просто неопределенный. Да, западная коалиция помогает Украине, чем может. Другое дело, и Писториус об этом говорил, не все могут западные союзники, просто по техническим причинам, так он это объяснял, но обязательств никаких перед Украиной не несут. Вот в этом серьезные проблемы. И эту проблему как-то нужно решать, потому что война, в общем, судя по всему, затягивается, и оформлять взаимные обязательства западной коалиции и Украины становится, в общем, очень важной задачей. ЗАДАЧИ